Маленькая Евангелина очень хотела получить на Новый год куклу, а Олег мечтал об электронном музыкальном инструменте. Вместе с другими ребятами, воспитанниками детского сада «Росинка» компенсирующего вида, они написали о своих желаниях главному зимнему волшебнику. 96 мальчишек и девчонок очень ждали новогоднего чуда. Мечты ребят осуществили с преддверии праздника благодаря благотворительной акции «Чудо-елочка». Депутаты Единороссы и сотрудники администрации городского округа вручили юным воспитанникам «Росинки» подарки. Желаю, чтобы этот год остался в памяти хорошим годом, а следующий год для всех был очень-очень счастливым. Вам искренне удачи и тепла. Главы городского округа я поздравляю с Новым годом. Хочу, чтобы у вас все получилось. И прямо видно, насколько вы стараетесь и как у вас здесь душевная атмосфера. Желаю в первую очередь здоровья. Я посмотрел теперь и обещаю, я каждый год буду сюда приходить на Новый год к детям. Спасибо. Благотворительную акцию уже более 10 лет проводит местное отделение партии «Единая Россия». Принять в ней участие и осуществить мечту ребенка может абсолютно каждый. За несколько недель до Нового года в торговых центрах города ставят чудо-елочки. Деревья украшают не только стеклянные шары и гирлянды, но и письма Деду Морозу, в которых ребята пишут о своих заветных желаниях. Наши добрые друзья, сотрудники администрации городского округа, комитета по вопросам образования, депутаты городского совета депутатов, жители города Щелково приняли активное участие в этой замечательной акции и подарили сегодня радость. Хотим поблагодарить всех от всего родительского нашего коллектива за прекрасный, чудесный, организованный праздник для наших детей, за добрую, благотворительную акцию «Чудо-елочка», которая предназначена для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. За неравнодушие гостям вручили благодарственные письма от детского сада и сувениры с символом росинки, добрым сердцем. Поделки сделали своими руками педагоги и воспитанники дошкольного учреждения.